Всем привет! В эфире рубрика «Вокруг света» и я, ее ведущая, Марика Кливидис. Недавно я наткнулась на довольно интересное архитектурное сооружение. Этот образ не оставляет покоя всех художников мира. Необычную интерпретацию довольно востребованной темы предложил чешский мастер Дэвид Чорн. Его скульптура «Фонтан металморфозы» украшает площадь городка Шарлотта в Северной Каролине. Придуманная им голова состоит из множества одинаковых пластин из нержавеющей стали, уложенной друг на друга. Пластины постоянно вращаются, создавая самые невероятные сочетания из, казалось бы, самых обычных черт лица. Вода изливается изо рта, головы. Высота скульптуры 8 метров, вес около 14 тонн. Это первая инсталляция художника в Соединенных Штатах. Название «Металморфозы» происходит, о чем несложно догадаться, от двух слов «металл» и «метаморфозы». Фонтан, находящийся в постоянном движении, каждый раз меняет свой облик. Чтобы увидеть все металморфозы фонтана и разглядеть все возможные варианты скульптуры, по решению городских властей был создан специальный сайт, посвященный работе Дэвида Черного, где можно круглосуточно наблюдать за движениями скульптуры фонтана. Фонтаны удивительные изобретения человечества. Если раньше они служили для подачи и сохранения воды, то сегодня это целое искусство. Яркий тому пример – фонтан Радуги или мост Банпо в Сеуле. Самый длинный мост-фонтан в мире. Фонтан Банпо имеет право называться прекрасным и необычным. А необычность его в том, что это фонтан-мост. Его еще называют лунная радуга, и не зря. Ночью из-за приятного цвета освещения в сиреневых, голубых, мятных и белых тонах фонтан действительно похож на лунный свет. Мост имеет два яруса. На нижнем находятся смотровые площадки, по которым можно ходить только пешком. Здесь вы можете почувствовать себя внутри сказочного разноцветного водопада. А верхний ярус используется как обычный мост, хотя с него тоже можно любоваться струями воды. Но самый романтичный и прекрасный вид открывается для зрителей южного берега реки Хан, через которую и перекинут мост. Но помимо красоты, этот фонтан отличается еще и тем, что был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой мост-фонтан в мире. Его длина составляет 1140 метров. И по всей этой длине выставлено 10 тысяч фонариков разного цвета. А во время шоу фонтан выбрасывает около 190 тонн воды в минуту. Где-то там, где журчат ручьи, щебечут птицы и зеленеют лужайки, расположилась небольшая деревушка Хоббитон. Здесь живут миролюбивые народец Хоббиты, которые, к удивлению, не любят приключения. Когда Питер Джексон задумал снимать свою трилогию «Властелин колец», ему просто необходим был живописный ландшафт, который мастерски нарисован на страницах романа Джона Толкина. После долгих поисков такое место нашлось в пригороде новозеландского города Мата-Мата. Среди холмов и лужаек появились белые домики норы Хоббитов. Были проложены дороги, разбиты сады и огороды, обустроены живые изгороди, высажены деревья, построены мельницы и таверна. Когда съемки окончились, декорации оставили на месте. Феноменальный успех «Властелин колец» привлек в Мата-Мату многочисленных туристов, пожелавших своими глазами увидеть сказочный Хоббитон. Открыть для себя Средиземье можно и сегодня. Предприимчивые туристические фирмы отвезут вас прямо в гости к Хоббитонам. И пусть Фродо и Гэндальфа вы не увидите, но стоит включить воображение, как среди идеалистических зеленых лужаек появятся веселые, неунывающие хоббиты. Ну а наш выпуск подошел к концу. С вами была рубрика «Вокруг света» и я ее ведущая Мария Катерина. До новых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»!